Приветствую вас. Прочитал ваш текст. Я думаю, что в некотором смысле ответ на ваш вопрос достаточно простой. Он выключается в том чисто на функциональном уровне, чтобы перестать идеализировать свою жену. Именно идеализировать. Как это вы делаете? Это первое. Принять ее как человека. Смотреть на нее не как на партнера, который очень вам подходит. А именно видеть в ней личность живого человека. Признать, что у нее могут быть ошибки. Признать, что она может быть чем-то несовершенна. И именно это несовершенно сделает ее той, кого вы полюбили. Возможно. То, что вы не принимаете ее, по сути, такой, какая она есть, позволяет сделать предположение о том, что возможно, возможно, вы ее не любите. По крайней мере, возможно, вы не любите ее чистой любовью. То есть, у вас в любви, в вашем чувстве любви существуют еще определенные примеси. Как-то доказать, например, своим предыдущим женщинам, что вы достойны любви, если вы достойны быть единственным в жизни, например, женщины, ну и так далее. То есть, помимо, собственно, любви, помимо, собственно, отношений любовных, вы пытаетесь какие-то свои проблемы решить. А это в отношениях неприемлемо. Следующий момент, который я хотел бы затронуть, это момент вашей неуверенности в себе. Момент страха одиночества и момент отношения к сексу как к чему-то грязному, как к чему-то запретному, как к чему-то сверх интимному. Момент неуверенности в себе связан с сомнениями в том, что вы достойный человек. Момент неуверенности в себе связан с тем, что вы условно себя воспринимаете, а не безусловно. То есть, вам необходимо подкрепление, подкрепление извне того, что вы всего-то стоите, того, что вы что-то значите, того, что вы обладаете какой-то ценностью. Момент страха одиночества заключается в том, что вы не можете быть в комфорте наедине с самим собой. То есть, не обладаете самодостаточностью, если угодно. Именно отсутствие самодостаточности, цельности, автономности, отсутствие, возможно, какой-то жизненной цели глобальной, Ваши жизненные цели, которые вы бы шли, делают вас чересчур зависимым от людей. В частности, от девушек и в частности, от вашей жены. Кстати говоря, другие девушки, с которыми вы встречались, совершенно очевидно это чувствовали. Чувствовали, что вы чересчур в них нуждаетесь. И это их несколько отталкивало. От вас. С одной стороны, им нравилось, что вы для них много чего делали. Но, с другой стороны, их это стяготило. По-другому бывает вряд ли. Это одна из причин, по которым вам, скорее всего, изменяли. Момент восприятия секса, также является достаточно важной историей, хотя здесь он у вас в тексте практически никак не раскрыт. Расскрыть только косвенно, в том, что я недвиженный сексуальный партнер, что было какое-то количество сексуальных партнеров до меня, и вас это беспокоит. И вы представляете, как сорвутся над вашей женой, кто-то занимается сексом. Здесь отношение, собственно, к женому сексу играет очень важную роль. Как вы воспринимаете секс, что он для родной, и так далее, почему вы считаете его грязным, например, и так далее. Неуверенность в себе проявляется еще и в том, что вы сравниваете себя с партнерами вашей жены. То есть, в принципе, сравниваете себя с другими людьми. Сравнение себя с другими людьми говорит, с одной стороны, о том, что вы неуверенны в себе, с другой стороны, о том, что вы склонны ориентироваться на других людей, на окружающие, но не на себя. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что от родителей вы были достаточно отдалены и не могли взаимодействовать с ними на достаточном для себя уровне. То есть, не были вы удовлетворены определенными знаниями в определенный момент, привыкли вы ориентироваться на других людей, и искать вопросы, искать ответы на свои вопросы, соответственно, у других людей, и, соответственно, это, как бы, воспитало вас такую вот привычку, привычку ориентироваться на окружение. Дальше, значит, вы пишите, так случилось, что мне повезло в жизни и удалось найти человека, который очень похож по психоэмоциональному портрету на меня. Вы знаете, Александр, я честно вам скажу, что вот меня, как психолога, да, очень смущает подобная формулировка. Психоэмоциональный портрет похож на меня. Почему смущает? Потому что, ну, во-первых, похожий человек является отражением. Отражение – это идеальная почва для переносов, проекций, когда вы либо переносите, либо проецируете, допустим, ну, допустим, проецируете там на свою, там, допустим, своего партнера, да, в какие-то свои желания, потребности, неудовлетворенности и так далее. Это первое. И второе – это то, что, собственно, психоэмоциональный портрет. Вот это, наверное, то, что меня больше всего впечатлило, потому что отношения не строятся на самом деле по такому принципу, по принципу психоэмоционального портрета. Это отношения выстраиваются все-таки на более таком интуитивном уровне. Вот. И то, что вы говорите про психоэмоциональный портрет, меня, лично меня, надалкивает на мысль о том, что, может быть, вы склонны чересчур все рационализировать и контролировать. Коли так, то, опять же, это накладывает определенный отпечаток на то, как вы выстраиваете отношения с людьми, с женщинами, в том числе. Схожими интересами и приятными внешними данными. Ну, схожий интерес и приятные внешние данные – это, конечно, важная история, но далеко не единственная для того, чтобы построить отношения. Серьезно. Все закрутилось, теперь мы мыши жена. Ну, вот, все закрутилось, это, скорее, такой, знаете, двойночек в сторону отказа от ответственности и сознательности. То есть, жениться, пожениться, пожениться, точнее, как вы понимаете, легко, да, пожениться очень легко. Вот, условно говоря, отношения хорошие построить – это уже куда более сложная задача, согласитесь с этим. Вот, поэтому, тут я могу вам только сказать, что, вот, все же хотелось бы, чтобы вы как-то более подробно описали, что у нас сейчас закрутилось. Серьезный шаг. Серьезный шаг, я имею ввиду, создать семью. Для чего вы создали семью? Для чего вы создали семью? Для чего вы ожидали от семьи? Для чего вы ожидали от своей, например, ну, женщины? Это тоже, значит, на мой, ну это тоже, на мой взгляд, очень важная история. Дальше. Так, жене доверял целиком и полностью. Конечно же, не обошел вопросы о предыдущих партнерах. По словам их было четыре. Было не очень приятно, но я смирился. Жене доверял целиком и полностью. Пишите вы, а что это значит, что вы доверяли жене целиком и полностью? Что вы вкладываете в это понятие? Какие конкретные вещи вы вкладываете в это понятие? Что доверял жене целиком и полностью? Вы доверяете, вот как вы вообще строите отношения? Доверительные. Доверительные. Хотелось бы этот момент уточнить. Это очень важная история, на самом деле. Потому что, то, как строите доверительные отношения вы, совсем не обязательно, что это действительно отношения, построенные на доверии. Особенно, если в этих отношениях вы ориентируетесь, опять-таки, на человека, другого человека, а не на себя. Потому что доверять, в первую очередь, нужно себе. Мы, как уже поняли, что вы себе не доверяете. Соответственно, и доверительные отношения построить вы так же пока что не способны. Далее вы пишете, что, конечно же, не обошел вопросы о партнерах. Почему, конечно же? Вот, почему, конечно же? То есть, вы хотите сказать, что это само собой разумеющийся, видимо. Ну, так, я так понимаю, что такой контекст данного, данной фразы, что это вот само собой разумеющийся, что вы спросили про партнеров. На самом деле, нет. То есть, это не само собой разумеющийся, и, если честно, это не имеет никакого смысла. Но уже тогда, еще до начала проблем, вы уже у своей жены интересовались этим. Вот я и хочу спросить, а почему? Вот я и хочу спросить, а какая вам разница? Вот я и хочу спросить, а какое значение имеет, что было до, ну, до вас? И имеет ли, что вам даст это знание о том, сколько у нее там было партнеров, например? Что вам это знание даст? Может ли оно вам, это знание, что-то дать? Вообще. Какое чувство вы испытывали, когда... Спрашивали. Какое чувство вы испытали, когда она ответила? Вы говорите, что вам было неприятно. Чем? Чем было неприятно? Давайте это выяснить. Давайте с этим поработаем. Если было неприятно, значит нужно выяснить, в чем было неприятно. Дальше. В один из прекрасных вечеров дьявол дернул на меня почитать переписки с подручками. Знак доверия, дина открыл доступ к телефонам и соцсетям. Это нарушение личных границ, Александр, потому что у человека даже в браке, ну, должно быть какое-то личное пространство, вот. А у вас, как бы, этого личного пространства с женой получается нет. Жена, она открыла вам, как вы говорите, доступ к соцсетям, но вы извините, конечно, но, как бы, я не думаю, что это признак именно таких здоровых отношений. То есть, социальные сети, это все-таки личная пространство человека, оно, ну, должно быть, не под запретом, конечно, прямо, не под запретом, вот. Но, тем не менее, тем не менее, как бы, несколько странно для меня этот момент выглядит. Тем не менее, хотелось бы вас спросить, вот, вы не думали о том, почему она, я имею в виду, ваша жена, ваша жена, почему она открыла доступ? Что-то, почему она это, это, это сделала. Как вы, как вы думаете, ведь она знала, что у нее там есть, знала и страну открыла. Вот, это момент, который, мне кажется, тоже нужно изучить. Дальше, чтобы узнать, что жена на самом деле обо мне думает. Вот, понимаете, да, какой здесь момент, момент есть. Чтобы узнать, что жена на самом деле обо мне думает. А то, что она, получается, вам говорит, да, и то, как вы выстраиваете отношения, это вас, получается, ну, не устраивает. Вам нужны еще доказательства, еще доказательства того, что она воздумает. Зачем? Что это, что это, как неуверенность в себе. Опять-таки. Дальше. Думаю, что, что-то исправлю в себе ради любимой. Вот здесь очень четко проявляется то, что вы ориентированы на других, а не на себя. Не нужно ничего исправлять. Знаете, какая штука? Ничего исправлять не нужно для, вот, для других людей. Можно исправлять, можно исправить. Для, ну, для себя можно что-то исправить для себя. Можно, можно что-то исправить для себя. Для себя, да, но не для других. Понимаете, какая штука? То есть, в этом ваша, в том числе, проблема. То есть, эта проблема, что вы ради неё хотите что-то исправить. Вот эта проблема. Это является проблемой, по-самому делу. Получается, что ориентируетесь вы, опять же, не на себя, да, да, не на свою естественность, не на дождю вам хочется, а на, вот, именно, именно неё. Дальше, значит, так, это был чёрный день моей жизни, такого я никогда не испытывал, но в переписке с подругой стоял у неё тринадцатый сексуальный бардер, а почему вы считаете, что она с подругой честна, а с вами нет? Также узнала, сколько было для меня, и кто увидел размер, когда стоил, он, к сожалению, на фото, и всё различного рода очень-очень прошлые вещи, которые не присущи воспитанным девушкам. Вот здесь вы показываете свою родительскую позицию и, собственно, отношение охранническое к сексу и к сексу, ну, к сексуальной жизни людей в целом. То есть, что значит воспитанным девушкам не свойственно, насчёт, значит, воспитанным девушкам, это что, есть какие-то, я не знаю, там, нормы, есть какие-то нормы, как правильно, как нет, знаете, то есть, что это за какие-то ограничения воспитанное, невоспитанное, да, откуда у вас такие вот постановка, откуда у вас такая вот, ну, такая позиция, условно говоря, вы выбирали себе девочку, потому что она воспитанная, или потому что что, или потому что вы боитесь, что невоспитанные девушки с вами не будут. А знаете ли вы, что такое вот отношение, да, к тому, что, ну, вот, вы описываете, к тому, что вы описываете такое отношение, это свидетельство того, что, ну, что вам самой, вам самому точнее, простите, хотелось, хотелось бы вести себя примерно так, вот. То есть, откуда установка, откуда установка, что, значит, какие-то вещи не присущи вас перед девушками, откуда такие стереотипы? Меня до сих пор, что от всех этих воспоминаний даже слезы наворачиваются иногда. А, от чего наворачивать слезы? Конкретно что? Вот как конкретно все это задевает вас? Давайте вот, ну, поисследуем это. Вот конкретно вас, как это задевает все? Ну, конкретно вам, как? К вам это все какое отношение имеет? То есть, вы описываете, это никакой связи с вами не рассматривается совершенно. Вот. Дальше. Значит, эм, так, в постели иногда в голову лезет неприятные мысли, как ее кто-то менял. Почему эти мысли неприятны? Опять же, чем для вас эта мысль неприятна? Вот выскажите свои убеждения. Выскажите их. Выскажите то, что вы считаете. Выскажите то, как вы считаете. Это очень важно, чтобы вы это сделали. Очень важно, чтобы вы это сказали. Это очень, очень важный момент. Я серьезно говорю вам. Очень важно, чтобы вы об этом сказали, чтобы вы выразили то, что вы считаете. Дальше. Эм, ситуация загубляет еще то, что у меня первая любовь была неприятным моментом. Девушку, которую я люблю, с которой я гулял, параллельно встречалась с моим одноклассником, со всеми вытикающими. И вы восприняли это на свой счет. Что, значит, ну, что девушка гуляла с вашим одноклассником. Что вы восприняли это так, что дело в вас. Что вы, там, ну, что вы в чем-то виноваты, что это из-за вас. Она, значит, гуляла, в общем, с другим. То есть вся проблема именно, именно, именно вот в том, как вы это восприняли. Вот. Ну и, конечно, нужно сразу проанализировать ваши отношения с этой девушкой. С первой любовью. Еще один подобный случай. А это уже система, это уже сценарное поведение. Что позволяет говорить о том, что возможно, возможно, только возможно. Момент такой, что вы боитесь близости, вы боитесь сближаться. И именно потому, что вы боитесь сближения, вы выбираете в себе таких женщин, которые не могут вам, ну, обеспечить то, что вы хотите. К примеру. Вот. То есть это вполне себе такая уже система получает. То есть еще один, еще один случай, который вы описываете, это подтверждение привычного поведения для вас. Дальше. Дальше. Так. Значит. Мне очень важнее наши отношения. Человек очень хороший. Хочется проразвиться до конца жизни. Важнее наши отношения, это фикция. Потому что отношения важнее быть не могут. Важен человек. То, что вы пишите, что человек очень хороший, это оценочное суждение. Ну, я серьезно говорю, это суждение оценочное. Потому что, ну, что значит, что значит хороший человек. Для нас хороший, для кого-то другого не очень хороший. То есть это не те слова, которыми можно называть, к примеру, свою жену. Так же я не увидел у вас, скажем так, я не увидел, не увидел подтверждение того, что вы хотите сделать его счастливой. То есть я не увидел, что для нас важно сделать человека счастливой, вашей жене сделать счастливой. А без этого, построение брака и отношений бессмысленно. Дальше идем. Так. Хочется праздник с ней до конца жизни. Ну, такое впечатление, да, что вы боитесь оденуться. Опять же, хочется праздник с ней. То есть это не для нее, а для себя. То есть видите, там, где нужно, вы о себе не думаете. Там, где нужно, вы на себя не ориентируетесь. А там, где это не нужно, вы как раз-таки ориентируетесь на себя. И в итоге, получается, искажение. Дальше, я никак не могу смириться, никак не могу принять это простое. А что мешает? Какие чувства и их причины? Что можно придумать в этой ситуации? Ведь это все будет память до конца жизни. Память и будет, да, вот отношение к этому изменить нужно. Для этого необходимо поменять ваши установки в бездельном представлении. Отсюда я возвращаюсь к первому вопросу. А именно, как принять прошлое? Сказал, смириться, совладать собой и жить дальше. Совладать собой можно через раскрытие того, в чем вы не знаете, и через решение ваших собственных проблем. Вот. Которые у вас есть, которые у вас имеются, они к жизни вашей жены никакого отношения вообще не имеют. Вот. Это то, что вам нужно для себя понять. Вот. Было бы совсем хорошо, если бы вы рассказали нам о том, как жена ваша отреагировала на то, что вы узнали там, ну, про нее какие-то вещи, как она отреагировала. Обсуждали ли вы с ней вот эти, значит, ну, моменты? Вот. Или нет? То есть, если, а если обсуждали, то как, значит, обсуждение протекало, протекало? Вот. И что, к чему вы там по итогу, например, пришли? Может быть, она объяснила бы вам, почему она обманула вас, допустим? Не хотела говорить, не хотела говорить, поговорить правду. Я думаю, что это тоже очень важный момент, ну, было бы важным моментом для вас, чтобы вы увидели и поняли, что она хотела-хотела. Дальше я изо всех сил стараюсь не показывать любимые, не показывать любимых, все равно чуть-чуть уже немного складить холодком от меня, как только начинаются подобные мысли. Слушайте, ну, это отношение не на доверие построено, к сожалению. То есть, все это отношение построено на, скорее, на потребности быть, на желании, точнее, на потребности казаться. Это не то, что можно выразить как доверительное отношение, потому что вы не рассказываете своей жене, по идее, самому близкому человеку то, что вас волнует. Вы не рассказываете ей о своих, допустим, чувствах. Вот. Вы не говорите ей о своих чувствах. А без этого доверительное отношение построить нельзя. Вот. Это первое. Второе. Я полагаю, что вы изначально ей не доверяли, потому что, как бы, ну, начали исследовать ее переписки. Вот. Я считаю, что изначально доверие у вас не было. Вот. 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 Ну, как бы, с ней полного. Вот. Вот так, в принципе, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это для вас было полезно. Значит. Ну, какой здесь, какой здесь можно дать общую рекомендацию. Значит. Из банального. Из банального. Из банального скажу так. Значит. Важно не то, сколько у нее было партнеров. А важно, скорее, то, чтобы вы для нее были последним партнером. Вот. Вот это важно. По-настоящему. Понимаете? Таким образом, можно говорить о том, что вы сейчас находитесь, ну, на лодном таком пути. Вот. Потому что, как бы, вы хотите, не хотите быть единственным партнером. По сути дела. А вы хотите, не хотите быть последним, хотите быть единственным. Вот. Желание быть единственным партнером, это связано непосредственно с вашим восприятием. Это ваша особенность. Это ваша особенность. Вот. Единственная потребность, единственное, желание быть единственным, это потребность доказать себе, что вы ценны, опять же. А дальше, женой, женой со своей, вам необходимо поговорить и выразить ей свою боль. Если вы хотите строить недоверительные отношения, это необходимо сделать. По-другому не получится. По-другому не получится. Это совершенно очевидно. По-другому не получится. То есть, только через, вот, честность, через высказывание, через выражение своих эмоций и так далее. Потому что обман, с ее стороны, был объективно. Она не сказала правду. Да, у этого есть причины, у этого есть причины, у этого есть причины, есть причины, почему она так сказала. Но, вам нужно с этим работать. Вот. Ну и, собственно, каждый раз, когда из вам приходят такие мысли, да, старайтесь, старайтесь в этот момент думать о том, что сделает ваша жену счастливой. То есть, вот, ну, конкретно, вот конкретно, что, что ваша жену, что ваша жену может делать счастливой. Вот. Старайтесь в таких направлениях думать, думать, думать. Я полагаю, что, если вы будете перенаправлять свои мысли, перенаправлять свое поведение, то вам легче. Ну, а на глубинном уровне это уже индивидуальная работа, потому что ваши проблемы связаны непосредственно с вами, с вашим восприятием себя, отношений и так далее. Вот. Об этом, в принципе, сказал хорошо мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович. В идеале, надо, чтобы, ну, в идеале, чтобы пообщались вы, психологом, вот, и потом вы вдвоем со своей женой тоже пообщались, чтобы это тоже было бы полезно. Если у вас остались вопросы, пишите в личку Будератоныч, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.